всем привет друзья вы на канале сельчанка в америке сегодня у нас суббота очень красивый денечек сейчас у нас утро 10 утра я завезла своих девчат на работу субботу они работают субботу очень загружен день здесь много много работ их работа ой камера мешает и я тем временем не сюда минут пять в сторону отъехать от их работы и живут наши родители родители мои родители мужа и звонят одни звонят и другие звонят чтобы приехала потому что нас собирали еды для курочек все любят моих курочек ну что-то котлетки недоели то кашку недоели то еще что-то вкусненькие знаете и его просто жаль выбрасывать в мусор то они собирают и я приеду заберу куром а курочки очень такое любят домашнюю то еду это вообще вкусняшка для них здесь недалеко и поеду домой обратно что-то нужно приготовить браться постирать родители живут в апартментах в квартирах в этих квартирах можно жить всю жизнь люди живут апартменты не только для украинцев потому что в прошлых видео писали то что только украинцы нет здесь американцы живут мы здесь жили 13 лет назад мы жили тоже в этих апартментах и есть такие люди знакомые наши когда мы жили то они еще до этой поры американцы еще живут в этих апартментах сюда входит сразу конечно они тоже подорожали раньше было за когда мы приехали там мне кажется было даже по 400 долларов это ж года прошли за квартиру 4-комнатную 4 комнаты это входит 4 спальни кухня прихожая или зал как там назвать и туалет один туалет нету стиралки стиральной машинки и нету посудомоечной машинки стиралки есть снизу на нижнем этаже как бы для всех там стоит 33 сушилки и три машинки стиральных и они платные копеечки надо туда вставлять и и и стирать и очень нужно быть внимательным вот едет человек чтобы он прозрел то стоимость этих квартир в ходе друзья и вода газ электрика мусор только уже если ты ставишь кондиционер не этих квартирах нету стационарного или как сказать кондиционера ты вставляешь такой кондиционер который в окно то на лето вставляешь себе и платишь наверное 7 долларов в месяц доплачиваешь просто ну когда-то было 7 может быть немножко подорожало ну может быть 10-15 но это совсем ничего за месяц но зато прохладненько и хорошо то я сначала вот заеду ух ты все парковки заняты и сколько же людей у вас здесь сначала к родителям мужа заберу вкусняшки вот друзья захожу здесь когда-то были такие коричневые двери а сейчас сделали такие прозрачные стеклянные на третий этаж квартирки двери открытые и на второй этаж вот и там еще один есть этаж как бы в бейсменте в подвале вот это квартиры все вот пришла я это они собираются на озеро отдыхать сегодня это пакетик вот для наших курочек там и макарошки и что еще и картошка да вот такая квартирка 4 комнаты это зал прихожая кухня вот шкафы да я уже показывала но есть новые подписчики которые не могут найти новые старые видео и туда идет 4 спальни и туалет вот коридорчик там такой так одних проведала иду к другим заберу еду для курочек банки у мамы еще возьму для огурцов у меня уже закончились банки у них есть я не давала то нужно взять и закрыть вот такие домики друзья мы тоже здесь жили с детьми здесь нужно гулять чтобы были родители чтобы с вами дети не бегали но мне нравилось очень нравилось но конечно нравится но он все равно в доме лучше в своем доме вот квартира моих родителей раньше были у них шторы и тюль затем по поцепили повесили жалюзи жалюзи повесили уже мама выглядывает в окно сама эта организация это почта здесь всякие объявления сюда цепляют вот после собачек нужно нужно убирать и здесь тоже то свекровь и живет на полу нет также они живут снизу и мои тоже снизу и туда вот на втором этаже они живут и здесь коридорчик и вот уже баночки меня ждут так вот квартирка уже других это письма вот лежат чтобы я посмотрела что там какие там рекламы или что квартирочка я уже показывала ни один раз посмотрите видите здесь две комнаты только то коридор такой их маленькие видите туалет и две спальни кухня и вот этот зал такой такие комнатки жалюза не закрывает чтобы солнце не так светило вот лампу эту я им отдала картинки эти тоже с моего дома да еще мама говорит кухню покажи потому что убрана да она у вас всегда убрано всегда чисто вот такая кухонь чайничек пользуете да это я купила на гаражке друзья помните чайник за 15 долларов он стоит 160 наверное ну холодильник не буду открывать знаю что он полный всегда вот так все друзья отведала родителей в отведала проведала одних и других еду с сумками везу курочкам подарочки и у мамы и взяла 16 банок представляете это очень хорошо мне будет на огурцы ну и конечно я тоже им тоже даю хочу ответить на вопрос друзья многие пишут почему только для ма для своей мамы что-то я закрывала компот из вишни а для свекрови нет друзья свекровь еще мне пирожков напечет и вареников на налепит и привезет как привезет невестки своей знаете мамы моей очень болит рука ей дали и укол такой но она не проходит выйдет на суставы мышцы знаете она не может закрывать уже банки не может поднять руку но болит рука я это хочу сделать настойку с лопуха вот водка и лап листья лопуха и ей дать чтобы натирала может быть поможет то вот почему это первый год в прошлом году она еще закрывала сама и огурцы я только уже давала огурцы она сама закрывала и огурцы себе несколько баночек и помидорки а в этом году уже нет попросила меня потому что болит рука и вот такие дела у свекрови еще есть и дочка молодая наташа с ними живет совсем молоденькая то если что то есть дочь а если надо и помочь чтобы невестка закрыла да нет проблем друзья закрою и дам своих даже это у нас это не обсуждается и не делится любимые одних и других помогаем и они нам помогают как можем вот так и живем так что никто никого не не откидает не отчисляет не делит ну огурцов то нужно будет дать свекрови я нужно будет таких этих с огорода дать чтобы закрыла себе несколько баночек мамы то я закрою уже сама когда надо будет им там баночек 5 может быть они сидят вот так ну она мне дала 16 наверное 17 банок то это очень хорошо я вчера заезжала магазины нету банок двухлитровых нету банок друзья именно двухлитровые маленькие есть литровые и полулитровые мне что ж такие маленькие огурцы закрывать она мне чтобы открыть то нужно сразу три баночки открывать знаете это не лучше двухлитровки нужно будет еще поискать в других магазинах или может быть в этот привезут то вот такие у нас дела еду я уже домой а видела друзья будет в другом видео гаражку когда везла девчат там в нашем поселке такая классная но я не могла остановиться потому что нужно было на работу то сейчас даст бог за деду и посмотрю почему заезжаю на гаражки я сама их люблю или гаражки или гараж сел как сказать бывают такие знаете хорошие вещи что даже до костра например какой-то чугунчик так какую-то кастрюльку такую чугунную игра или какой-то котелок купишь то я люблю или что-то такое старинное бывает как они его не пользуют а ну-ка оно такое будет ценное прекрасное или как что-то в огород какую-то там чапку сапку лопатку или что кастрюли все эти такие большие кастрюли у меня которые я которых я закрываю компот и огурцы ставлю стерилизации делают то они меня все с гаражки по два доллара друзья я брала у меня их 4 или 5 это когда с мамой мы ездили она и раньше у нас жили как приехали то это она всегда я как-то не замечала она всегда ой я каш хорошая кастрюля брыться будет убината это на ты будешь и вы знаете и 2 доллара это же 2 доллара копейки магазине такая кастрюля 140 будет стоить знаете то я таки научилась от нее тепло у нас хорошо а многие спрашивают за получают ли за что живут родители одни и другие получаю друзья с сайт такая мы называем это по нашему для нас ну чтобы для родителей было понятно то это мы говорим пенсии но это как бы не та пенсия которую человек заработал в америке а просто такая с сайт помощь 65 лет она дается если тебе ну если нету если ты не заработал такую настоящую если я правильно есть ну может быть я неправильно объясняю но у них есть такая например и в одних родителей и в других и им достаточно живут себе слава богу машины есть кушать есть живут и радуются еще бы дочек сюда забрать и все бы было хорошо но эту как бы этот и сосает помощь такая она дается как бы на 7 лет и ты проживешь 7 лет и нужно принимать американское гражданство нужно принимать американское гражданство если не примешь наверняка забирают там или как а нашу ну что-то я не очень хорошо этим в этом разбирались там напишут друзья которые знают и писали да они правильно писали что это за помощь такая для старших людей медицинская страховка у них есть медики медикер уже после 65 я когда-то рассказывала когда мой отец приехал в америку у него от работы потому что он на украине когда жили очень тяжело работал он работал в колхозе в колгоспе колхоз ездил на конях друзья он всю жизнь был орал поля за плугом вручную сейчас уже знаете трактора комбайны все такое раньше еще в моем детстве я помню всегда это очень тяжелая работа его его пальцы руки были со временем от работы стянула друзья он не мог умыться ладошка все пальцы стянутые были в ладошку он их не мог разровнять вот так пальцы как мы делаем не ему очень тяжело было держать ложку вилку не может невозможно было умыться потому что пальцы стянутые в кулаки сухожилия мышцы она все так очень стянуло то здесь ему сделали операцию страховка покрыла ездили операция была от моего дома в другую сторону наверно 40 минут где-то так я его все возила помню то сначала сделали на одну руку она все хорошенько зажила все прошло и за несколько месяцев и затем сделали на другую на две руки не делали потому что как человек будет знаете перебинтован как все туалет там и кушать умыться и все такое то затем сделали на другую и сейчас нет ни швов не ничего не рубцов просто как руки как в нас пальцы все ровные просто очень-очень мне понравилось когда ну тогда я не вела блог друзья жалею конечно это было бы очень хорошо показать какие было до этого какие были руки и после ну и как-то нету фотографий даже только так могу рассказать то очень понравилось и ему тоже очень понравилось ездили мы туда восемь раз потому что сначала ездили опытный чтобы посмотреть как что затем операции после операции на перевязку ездили несколько раз на осмотры но оно того стоит потому что сделали очень прекрасно так бензин у нас 4,49 немножко потешевел слава богу в Костка и в Сэмс в Клабе заправки там будет еще дешевле да здесь 4,49 и вот рядышком другая заправка 4,45 за галлон галлон это 3,78 литра почти что 4 литра все хорошо друзья уже вам на столько наболтала всем спасибо за просмотры и всем пока пока